Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар продолжается восходящее направление, которое было начато на прошлой неделе. На текущий момент тенденция движется в область 1.0677, ближайшая цель для обновления максимумов. Ближайший разворотный уровень на текущий момент пока мы оставляем на минимуме 12 апреля. Соответственно, уход выше данного значения уже позволит переместить уровень разворота за ближайший минимум, который был сформирован вчера, 17 апреля. Парабританский фонд также продолжает свое восходящее движение. Вчера были обновлены локальные максимумы, дошли до значения 1.2594 во второй половине торговой сессии. Соответственно, ближайший разворотный уровень на текущий момент по британскому фунту находится в области 1.2498. Поэтому, если кто-то думает о продажах, то о продажах имеет смысл уже возобновление только после обновления минимума в области 1.2497. На текущий момент тенденция движется по направлению в область 1.2613. Пара австралийский доллар и американский доллар сегодня с открытия скорректировалась, прошли уже порядка 40 пунктов. И обновляем минимумы, которые были зафиксированы 14 апреля. Соответственно, данная формация, которая сейчас может появиться и обозначиться на рынке, уже может привести к продолжению исходящего тренда по австралийцу. Завершение коррекционного восходящего движения и продолжение продаж по австралийцу. Поэтому здесь, к данной паре, нужно обратить особое внимание. Закрепление ниже отметки 75.58 уже фактически отменяет сценарий на укрепление по австралийцу. И дальнейшее снижение уже в область 0.7470 может получить новый импульс. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое нисходящее движение. И говорить об этом мы сможем до преодоления отметки 1.3341. Пока торгуемся ниже. Данного уровня тенденция на снижение также остается в приоритете по данной паре с ближайшей целью в область 32.24. Пара американский доллар и японская иена также корректируются. Сегодня с утра несколько обновили максимум вчерашней торговой сессии. Напомню, что вчера закрылись чуть выше открытия. Но тем не менее, так как локальный минимум был обновлен, тенденция нисходящая пока также остается в приоритете по данной паре. И ближайший разворотный уровень. Здесь мы можем отметить диапазон область 109.31. Именно данную область имеет смысл рассматривать в качестве разворотного. Пока остаемся ниже данного значения. Тенденция на ослабление американского доллара также продолжается. Индекс DAX после продолжительных каникул открылся сегодня. Сегодня открылись по значению 12.219 и устремились вниз по данному активу. Соответственно, на текущий момент тенденция на ослабление индекса DAX также остается в приоритете. И ближайший уровень для отмены данного сценария – это область 12.266 максимум, который был зафиксирован 10 апреля. Поэтому на текущий момент коррекционно нисходящее движение по индексу DAX также остается в силе. Пара еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Вчера на вебинаре мы отмечали тот сценарий, который может быть интересен для покупок. Это обновление локальных максимумов. И сегодня уже мы можем скорректировать локальный максимум в область 84.90. Соответственно, если пара закрепляется выше максимума предыдущего торгового дня, то мы можем уже говорить о следующем импульсе и движении в область 86.90. Но пока, соответственно, мы не увидим, то тенденция нисходящая остается в силе по данному активу. Золото скорректировалось. Вчера, сегодня также продолжает свое движение нисходящее. Но, тем не менее, область поддержки еще не преодолена. Это значение 1281 доллар за тройскую унцу. Пока золото торгуется выше данного значения, тенденция на укрепление золота также остается в силе. Если мы увидим обновление локального минимума и закрепление за данным уровнем, то уже можем говорить о коррекции по данному активу. Нефть марки Brent после обновления минимумов. Пятница, которую мы видели вчера, не смогла уйти выше. Обновить максимум 13 числа. Соответственно, на текущий момент тенденция остается нисходящей. То есть то, что мы начали отслеживать вчера. Прошу прощения, минимум не пятница. Минимум 13 апреля, а в пятницу по нефти торговля не велась. Соответственно, на текущий момент уже мы можем получить начало коррекционного движения. То, что фактически мы не видели уже более двух недель по нефти марки Brent, ну и по нефти марки VTI. Соответственно, на текущий момент коррекционное движение по нефти у нас сохраняется. И отмена данного сценария произойдет в том случае, если актив уйдет выше отметки 55.91. Это максимум, который был зафиксирован вчера. Ну и индекс доллара также продолжает свое нисходящее движение. Вчера были обновлены локальный минимум, минимум 13 апреля. Соответственно, на текущий момент коррекционный уровень находится в области максимума, который был зафиксирован также 13 апреля в области 100.49. Соответственно, пока торгуемся ниже данного значения, тенденция на ослабление также остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы и пожелания по инструментам, на которые вам хотелось бы обратить внимание, оставляйте ваши пожелания в комментариях. И обязательно будем добавлять данные инструменты к нашим ежедневным обзорам. С вами был Исаков Роман и увидимся завтра.